Держаться на безопасной дистанции от окружающих и носить маски – это то, что должен делать каждый, чтобы остановить распространение коронавируса. А вот соблюдают ли эти меры безопасности, узнаем Мухава Гагиевой. Утро начинается с совещания в администрации Назрановского района. На повестке дня – защита от коронавируса и меры предосторожности. Маски для девяти населенных пунктов готовы. Остается надеяться на сознательность самих жителей. В настоящее время у нас в районе, как я выше сказал, опираясь на все эти необходимые меры противодействия инфекционной пандемии, мы проводим разъяснительную работу в сельских поселениях совместно с администрациями и главами сельских поселений на предмет соблюдения элементарных норм безопасности. Это при пятничных молитвах, чтобы на входах находились всегда физрастворы для дезинфекции рук, чтобы находились маски масочного режима, чтобы пользоваться ими. Соблюдалась социальная дистанция при молитве. Понимать всю серьезную ситуацию – единственное, что может сделать каждый из нас, чтобы не допустить распространение смертельного вируса. Особенно сейчас, когда он мутировал и привел к новому индийскому штамму. Соблюдать масочный режим сейчас не так сложно, ведь дефицитов в средствах защиты нет. Несмотря на то, что ежедневно растет число зараженных и прирост разы больше по сравнению с прошлыми месяцами, для некоторых COVID-19 все еще остается шуткой. Однако в этой истории не до смеха, считает член общественного совета Ваха Ташхоев. Масочный режим он соблюдает и других призывает к ответственности. Просьба лично прошу, я и все просят оберегаться. Это нешуточная болезнь, во-первых. В скоплении народа вилучмятки надо оберегаться большинство. Богу, логу, 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 логу. Почему? Ну, холмачи я мазь верю. Рейдем, вот, эх, это ж надо, да? Ага, чую, лоц, азио, лоц, ага. Ну, это надо истерику бросить с этого. Надо шашки арты деться, да? Маски арты деться, заболевания-то идем. Это же дело, не шутка. Я, он, это я, да? Дал, шелур, волды, ж, маски. Выпускные и свадьбы – повод не только для веселья и радости, но и места распространения коронавируса. Особенно небезопасно на торжествах. Празднуют их с размахом и с соблюдением традиций. Но стоит ли, если от этого зависит свое и чужое здоровье? Ответ очевиден. Мы сейчас начали работу проводить по... Именно вот в домах торжеств. То есть есть свадебные мероприятия, которые были заранее запланированы, в части города, ресторан, которые уже не отменить. Но с этого воскресенья более уже не будет в ресторанах проводиться какие-либо мероприятия, банкеты, день рождения не имеет значения, которые собираются в один раз более 30 человек. Поскольку подобных местах соблюдение дистанции, оно неприемлемо, и стоит только отменить его. Запрет наложить. Люди должны задуматься, соблюдать масочные режимы, отказаться от всех массовых мероприятий сегодня или полный локдаун и койка в красной зоне завтра. Хава Гагиева, Магомед Белокиев, Новости 24.